Саля, скажи, пожалуйста, знала ли ты, что Симферополь был и, может быть, остается одним из самых зеленых городов России? Я знала, что не только Россия, а в советское время тоже считалась одним из самых зеленых городов. Да, эта информация поправдана абсолютно. И ты знаешь, что Наталья Маленко, глава Симферопольской администрации, обещала этот статус сохранить. Я думаю, что она нисколько не обманывает, потому что очень любит цветы. Вот ты обращала внимание, она всегда выходит в таких нарядах удивительных, и всегда ее платье украшено цветами. Нет, я не обращала, кстати, внимания. Обратите внимание, всегда. Мужчины более внимательны к таким вещам, к мелочам, действительно. Ну, а по поводу озеленения города мы сегодня и поговорим на студии Александр Георгиевич Чернов, директор муниципального унитарного предприятия «Горзеленхоз». Доброе утро. Доброе утро. Скажите, гордитесь ли вы Симферополем как одним из самых зеленых городов России? Он всегда таким был. Ну, вот вы говорите, был, в прошедшем времени все-таки. И сейчас он существует так. Но сейчас надо производить обновление зеленых насаждений в городе, особенно деревьев. Ну, я так полагаю, что и в прошлом, и в настоящем очень многое зависит конкретно от вас, потому что вы занимаетесь озеленением нашего города и знаете о нем все. Ну, не все. Все знать невозможно. Ну, скажите, вы знаете какие-то конкретные деревья, вот ваши любимые какие-то есть в городе? Клены и липы. Клены и липы. Не платаны. Не платаны. Почему? Платан – это парковое дерево. Его вдоль уличной дорожной сети высаживают. Ну, как-то сильно большая корневая система, которая разрушает дорожное покрытие. Ну, вот у нас действительно строятся дороги. Это, конечно, очень важные объекты для инфраструктуры, но при этом спиливаются деревья. Многие горожане выступают против этого и просят максимально сохранить зеленые насаждения, где это возможно. Ну, сегодня вы сталкиваетесь, наверное, с такими критическими замечаниями. Ну, дело в том, что нашим горожанам надо определиться, что они хотят. Зеленые уличные, ну, вдоль дорог деревья или хорошие дороги? А почему все-таки несовместимые? Давайте смотреть правде в глаза. Деревья у нас все переростки вдоль дорог. То есть нарушение СНИПов, стандартов по высадке деревьев от дорожной сети. Корневая система поднимает тротуары, дорожное покрытие. У нас люди чего хотят? Они хотят ходить по хорошим тротуарам, ездить по хорошим дорогам. Либо пусть будут ямы, горбатые тротуары. Что им надо? Это конкретно касается платанов, я так полагаю. Ну, не только платанов. У нас многие деревья, которые, те же акации, они поперерастали уже, просто свой возраст. Их надо вырезать и высаживать новые деревья. Никто не говорит, что оставлять уличную дорожную сеть без деревьев. То есть есть породы деревьев, которые будут себя нормально чувствовать в тех же местах, где сидели старые деревья. Ну, а вот сколько у нас деревьев уже считаются старыми жителями, наверное, города? Опасные, да, 80%. 80% деревьев. И все это планируется обновить? Ну, планируется обновлять это все, но это все делается поступательно. Это не одного дня работа. 80% это большая цифра. Учитывая, что у нас бывает непогода, они могут представлять опасность. Да, 40 лет. Ну, дерево в среднем в городских условиях, ну, с учетом выброса СО от автомобилей, то есть они быстро отживают свой срок. То есть как и человек. То есть угарный газ, он токсичен для растений? И для растений, естественно. Они же его поглощают, чтобы очистить воздух. Сегодня город Зеленхоз пересматривает виды деревьев, которые надо высаживаться. Вот я надеюсь, что тополь уже не будет в фаворитах. Тополь не будет фаворитом. Хотя это является самое такое дерево, которое очищает воздух. Самое лучшее по обмену. А вот известное растение под названием клен ясенелистный, который признан сорняком и вредителем. Или айланд. Вот какова судьба этих деревьев? Айланд, да, сорняк. Ну, их надо вырезать. Надо вырезать. Почему? Потому что у них, во-первых, они разрастаются, они растут со всех щелей. У нас те же мосты, которые идут через реку Салгир, с них растут они эти айланды. То есть там, где семечка упала, там он и пророс. Ну, давайте коротко. Вот статистику. Сколько деревьев у нас было спилено, сколько планируется высадить? Все в равных пропорциях. Я не готов сказать вам, сколько спилено, сколько высажено. Высажено. Согласно инвентаризации по городу, ну, у нас тысячи-тысячи надо выпиливать деревья. Они, во-первых, нарушают ту же самую улично-дорожную сеть, они нарушают сетевые нормы. То есть есть нормы сетей. Александр Георгиевич, прошу прощения за то, что перебил. К сожалению, 10 секунд осталось у нас. Я прошу вас еще раз обратиться очень коротко к крымчанам, сказать, чтобы они не переживали, город по-прежнему будет зеленый. Ну, горожанам нечего переживать. То есть есть структуры, которые смотрят за этим делом. То есть для начала, прежде чем вырезать, выходят специалисты и осматривают, надо ли спиливать это дерево и по каким параметрам. Большое вам спасибо. Напоминаем в гостях студии Александр Георгиевич Чернов, директор муниципального унитарного предприятия Горзеленхоз.